Итак, братья и сестры, приветствую всех вас. Починаем служение Церкви Ведвага на скайпе. Дякую Богу, что Господь дает нам такую прекрасную нагоду, мат исполкувание, и благодаря Его мы маем такое исполкувание. Сегодня у нас участвует служение семья Милуян. Это брат Атом, сестра Лилит, их маленький сыночек Авраам, который часом там шум поднимает, но ничего, это добре. Брат Виталий Фурманчук и Володя Шек, сестра Таня Шур, сестра Гаяна Гукайсян, брат Эрот и Лида Лик, сестра Кристина и сестра Людмила Ева Шуман, сестра Максимчук, сестра Наталья Гукайсян и хлопцы девчата Лилия Лиана. Так, Оксана Гловацкая, я хочу надеяться, Ярик и Мария рядом. Значит, Таня Долженкова и Саркис Суян Шеноподключился. Вот все мы сегодня на эфире. Мы дякуем Господу, что Господь дбает за нас, заботится и все рубит со своей стороны, что мы прославили Господа. Знаете, у меня такая раздорожья была. Сегодня я хотел говорить о том, я песня, знаете, у меня в голове была эта песня, бачу Бога кожен ден. И на такую напрямку я хотел говорить, як ми бачим Бога каждый день, че бачим ли ми Бога, як бачимо, каким чином бачимо. Знаете, сильно, слова сильно. И песня мне очень нравится, очень хорошая песня. Может, наши сестры кто-то споет сегодня, хай Бог благословит. «Бачу Бога каждый день». Не знаю, это по-русски или по-украински песня. По-украински. «Вижу», не, «бачу». «Бачу Бога кожен ден». Вот это слова из головы не вылетали. Але я сегодня готовлю другую думку, просто, как бы сказать, на ходу, бегом, потому что спешили, у меня было занято время трошки, напряженно было. Но, Олег, Бог положи мое сердце. Слова одной юнака молодого, который испытал однажды Иисуса. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благи, что сделает мне доброго, что иметь жизнь вечную». Как раз это задело этот вопрос. Что мне делать, чтобы отримать жизнь вечную? Знаете, сколько людей, с другими словами, люди сегодня стремятся роблять и не роблять, одни роблять, другие не роблять, другие переробляют, что-то роблять все к тому, чтобы отримать жизнь вечную. Чтобы они хотят жизнь вечную. И придумывают, выдумывают литургию всякого рода, поклонение всякого рода. Там, я не знаю, там с ума сходят, хахакают, хихикают, там станцуют, скочат, там, я не знаю, что кому голову думается. Придумывают массу ритуалов, масса обрядов, масса всяких там видов, або отримать, типа, жизнь вечную. Ну, я вам скажу, что, когда я смотрел, знаете, много мест писаний, я даже пытался, вникал, удивился, каким способом можно отримать жизнь вечную. Их очень много было. Но я взял какие-то основные, главные, суть. Я скажу, что самая первая відповідь, да и, как мы скажем, золотой стих, Евангелие, Яна 3,16. Исчерпающая відповідь. Ну, звичайно, там надо раскрыть ще дешё. Що каже Слово Божие? Бо так возлюбил Бог мир, що дал Сына Своего, Единородного, даби всякі, я, ти, другие, третий, четвертый, богатый, бедний, хворий, здоровий, я не знаю, пунктуальний, не совсем, испытанный, неиспитанный, там, знаете, женатый, неженатый, я не знаю, какие ещё, всякий, туда всё входит. Это я просто открыл скобки. Всякий, верующий в него, имеет жизнь вечную. Оказывается, жизнь вечную, это не надо там гору поднимать, подвиги совершать, там, бедних кормить, богатых, до слёз довести, да, нет. Уверивай Иисуса своим сердцем. Ты маешь жизнь вечную. Господь уже тебе гарантирует. Звичайно, там скроется нещо. Веривай в жизнь Иисуса, веривай в Иисуса, и что треба приводнён. Мы ещё поговорим. Ну, але вопрос стоит, что, сказав человек, что мне делать доброго? Что у меня такое? Ты для себя роби доброго, ты себе зроби доброго, для тебя всё важно, это доброе. Ты уверивай Иисуса Христа, потому что Вин за тебя загинув, погиб, и ты будешь иметь жизнь вечную. И далее апостол Иоанн, там, Кинцик, говорит, верующий сына имеет жизнь вечную, а неверующий сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает в нём. Другими словами, друзья, самый величезный ответ, самый лучший ответ или ответ, который исчерпающий, это уверовать Иисуса Христа, как за своё особистое спасительное. Иоанн Каже, написано в пятой главе, Иисус каждое слово цитирует, «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово моё и верующий пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходил, не перешёл от смерти жизнь». Знаете, он акцентует уже неоднократно, что верующий, кто будет уверовать Ему, он будет иметь жизнь вечную. Если ты будешь уверовать Иисуса своим сердцем, Господь даёт обетование его, слово даёт нам основание, будет иметь жизнь вечную. Это немаловажно, друзья, чтобы мы знали. Иногда, я скажу, люди лукавлят, начинают там, основа есть это уверовать в Сын Божий. Ни Марию, ни Магдалину, ни Николая, ни Ивана, ни Петра, ни Василия, никого. Иисуса Христа, как своего особистого Спасителя. Иисус сам сказал, исследуйте Писание. Бог хочет иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Вот в чём вопрос. О мне свидетельствуют это. Вы исследуйте Писание, вы же хотите, давайте Писание, открывайте, читайте, они говорят о мне. И Иисус начинает действительно наставлять этим людям, чтобы люди могли разуметь, вникать. Скажите, старайтесь не опиши линии, но Писание пребывающей жизнь вечную, а что за Писание? Которую даст вам Сын Человеческий Бог, на нём положил печат свой Отец Бог. Через Иисуса Христа только мы можем осознать это, разумевши, что через Иисуса Христа эту жизнь вечную можно предбать. Альтернативы нет, другой дороги нет, по-другому мы не можем осмыслить. Так само Павел говорит, что наша земная хижина однажды просто этот наш дом, эта хижина однажды разрушится. Хочем, нехочем, верим, не верим, но однажды мы маем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворных, но вечный. Вот люди, которые ссылкуют сегодня за Иисусом Христом, обязательно они станут жильцам этого дома. Иисус неоднократно говорит, что верующий в Него жизнь будет мать вечную. Неоднократно цитировал в себе писание Старого Завета, Нового Завета, то есть Он говорил это Новом Завете. Истинно истинно говорю вам, верующий в Меня Моя жизнь вечную. Ни где-то, ни через кого-то, а прямо, буквально в смысле. Будешь уверивать Его, Бог даст тебе натхнение, Бог напомнит тебе, Духом Святым ты будешь сопровождаться, ты будешь иметь направление, потому что уже не я живу, а живет во Мне Христос. Люди говорят, а как, ну, уверивай, а дальше, а дальше не твое дело, пребывай в Нем. И Он тебе будет вести, и Он тебе написан, овцы мои слушаются голоса моего, идут за мной. Если ты стоишь овечки Божьей, ты почуешь, что говорит Господь. Господь говорит через служителя, через брата, через сестру, через верши, через песни, Господь каким-то образом тебя будут вести. Кажи, я знаю их, и они идут за мною. Я дам им жизнь вечную, и не погибнет в обеих. И никто не похитит из руки моей. Слава нашему Богу. Это правда, аминь. Никто не похитит из руки Божьей. И Господь нас будет вести, будет вести для того, чтобы мы тримались. Мы слышали голос Божий, шли за Ним, и Бог дает гарантию. Я вас доведу. Я вас благословую, пожитую, хорошую, нежную. В другом месте он объяснял, как отримать жизнь вечную. Кажи, ответил одному человеку, Кажи, Иисус сказал им, истинно, истинно говорю, если не будете есть плоти Сына Человеческого и не пить крови его, то не будете иметь жизнь вечную. Не будете иметь жизнь на себе. Ядущий мою плод и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день, ибо плод моя истинно есть пища, а кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плод и пьющий мою кровь церковь верит и церковь верит. Нет, ты должен участвовать в вечере Господне. Ядущий мою плод и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Что ты отвергаешься от этого? Что ты опровергаешь это? Кто тебе дозволяет этому заниматься? Ты должен дать возможность Богу, чтобы ты участвовал. Что тебе препятствует? Откинь в сторону все. То, что тебе мешает, то, что тебе препятствует, то, что не дает тебе выкидай его. Потому что ты хочешь иметь жизнь вечную. Ты должен, если ты моешь Иисуса себе, это тем людям, которые уверовали в него. Это не с улицы взять, иди сюда, будешь участвовать в вечере. Нет, это те люди, которые уверовали него. И поэтому он дает им указание, правду. Вот так моя будет. И апостол Иоанн своим посланием также неоднократно подчеркивал, что нагадал писание, кажущее, что Кажасей его написал, напоминающее вам, что верующий Сына Божий моя жизнь вечную и тому подобное. Потому что как раз веруя Сына Божий люди приобретают жизнь вечную не по-инокшему. Апостол Павел говорит, но ныне когда вы освободились от греха и стали рабами Божьими, опять же говорю, людям касается тех, которые уверовали Иисуса Христа, это на проблеме. Плод вашей святости, а жизнь, а конечно жизнь вечная. Возмездие апостол Павел говорит, за грех это смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Понимаете, люди, которые перерождаются, меняются, у него появляются новые приоритеты, ценности меняются, жизнь меняется, вы начинаете думать, как там далее, что там делать, видите, потому что Господь дает право человеку, возможность человеку, чтобы человек определился в своем моем пути, что людина знала, что если он не поменяет свою жизнь, то однажды станет, то, что я сказал, кто может жить вечную, нафаке это не имеет жизни, если люди не верят Сына Божья, жизнь вечная не светит с Господом, есть жизнь вечная с Богом и без Бога, одно с Богом, другое без Бога, сегодня люди стремлятся жить с Богом, сегодня люди хотят жить с Богом, поэтому они все это робятся для того, чтобы как раз быть с Богом, хай Бог даст, друзья, благословить нас, чтобы мы действительно могли определиться в этой земной жизни, пока Бог нам дал, благословил, чтобы могли определиться и жить с Господом, чтобы наша жизнь не марна трата была, чтобы мы сознательно, с разумением относились к всему этому, чтобы мы знали, как Павел сказал, ибо я знаю, кого я уверовал, потому что наша жизнь в Иисусе Христе, и я верю, что Господь меня благословит, я верю, что Вин даст силу, потому что Вин утомляющим дает силу, и знамогающим дает крепость, чтобы люди шли за Ним, прославили, и подяковали Ведух, святой мы славим, мы дякуем, что Ты вчера, сегодня, навеки, то есть сами, Господи, благодарим и цей вечеровый час, что Ты подарил нам, Боже, для нашей души, Господи, для утверждения, для укрепления, Господь, Боже, небесный, благослови кожного сердца, нами, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Так, ну что, дорогие, Хай Вас Бог благословит, мы починаем наше служение на этом месте, кто сегодня расположен сердцем, вы имеете право участвовать на служении, потому что служение наше проходится онлайн, и каждый из нас имеет право участвовать. Хай Бог благословит, будь ласка. Верши песни свои, чтобы Бог вложить ваше сердце, вы можете поделиться тем. Прошу. Слава Богу. Слава Богу. Стихотворение. Царство небесное, небо гражданин. Бог день за днем и год за годом с рождения до дня сего являет милость пред народом, который слушает его. Кто возле ноя веселился и не послушал Божий глаз, с грехом под воду погрузился, и Бог мятежного не спас. И в дни Авраама Бог великий, безумный истреблял народ, за мир развратный, многоликий, среди которого жил Лот. Господь по милости великой звал Лота на вершину вор, а он ответил «Нет, владыка». Позволь идти мне в город сегор. Сей город мал и неприметен, в нем сохранится жизнь моя. Но Лот не думал о завете, а с ним была его семья. И в граде чуждом не прижился, не внемлющий советом Лот. В Голгоре в пещере поселился, и как затворец в ней живет. Того ли Бог хотел всесильный, о том ли Авраам просил, что Лот как под плитой могильной себя от Божьих глаз закрыл. Вот так Адам с женой Евой, не исповедовавшись в грехах, запретный плод вкусив от древа трусливо, спрятались в кустах. Иона не послушал Бога, укрылся в трюме и отплыл, достигнув адского порога и с преисподней возопил. Кому еще примеров мало, кто спрятался от Божьих глаз, кто отошел или сбежал и в ком огонь любви погас, кто ропщет из пренебрежения и в осуждении погряз, дал место гневу и презрению, был в посрамлении не раз. Взвыщи отца, встань на колени, к народу Божьему вернись, проси у Господа прощения и с благодарностью молись. Достань талант в земле зарытый, чтобы умножить его вес. Для Бога будь всегда открытый, как Он открылся нам с небес. Скажи ему, служи ему и поклоняйся и будь в собрании святых. Безумному не покоряйся и не ищи путей своих. Отвергнув плоти вожделение, обрезав похоть и дела, проси с небес благословения, чтобы благодать к тебе сошла, чтобы ветра легким дуновением тебя коснулся Дух Святой, а ураган уничтожения тебя обходит стороной, чтобы чтобы твои всходы орошали не град, а капельки дождя, чтобы горя и нужды не знали ни дом твой, ни твоя семья. И в добросовестном служении Христово тело заседай, кто жертвую, кто приношением, Творца и Бога прославляй. Добро твори ему во славу, и Божье имя восхваляй. И будет Господу по нраву твой незабвенный урожай. Бог для тебя не осязаем, но помни, Он твой Господин, и сам себе ты не хозяин, а царство неба гражданин. Псалом. Отче Небесный Боже Маучий, Ты Утешитель, Дух Правды Ты, Ты Вездесущий и Всемогущий, Будь Боже с нами, нас освятит. Ты Вездесущий и Всемогущий, Будь Боже с нами, нас освятит. Отче источник счастья для многих нас уповающих не забывай. В наших сердцах поселись ты убоих, благослови нас, счастье нам дай. В наших сердцах поселись ты убоих, благослови нас, счастье нам дай. Отче, избавь нас от всяких падений, души укрась чистотою твоей. Дай нам в делах и святых песнопениях больше прославить тебя средь людей. Дай нам в делах и святых песнопениях больше прославить тебя средь людей. Слава Господу! Слава Господу! Слава Богу! Прошу, братья и сестры, я нагутаю. Ну, давай-то. Следуй за мной, когда море бушует, следуй за мной, когда тьма торжествует, Следуй за мной, через тернейший пыль, Следуй, о, следуй за мной, следуй за мной, Когда в жизни страдаешь, Следуй за мной, когда силу теряешь, Следуй за мной, помогу я тебе, Следуй, о, следуй за мной, следуй за мной, Когда враг искушает, Следуй за мной, когда друг изменяет, Следуй за мной, не оставлю тебя, Следуй, о, следуй за мной, Следуй за мной, когда дали темнеют, Следуй за мной, когда очи тускнеют, Следуй за мной, И в наш вечный дом ты войдет, Следуй, о, следуй за мной, Следуй за мной, вечный дом ты войдет, Следуй, о, следуй за мной, Да, слава Богу, слава Богу, да, Варто завжди следовать за Господом. Так, кто же мое божание продолжить эту думку? Сестра Таня, церковь Ивана. Сестра Таня, прошу. На хресті помирала любовь, Смерть завзято плескала в долоні, Там стікала струмочками кров, І терновий вінок в'ївся в скроні. Скільки мук і страждання Вона перенесла в страшні ті години, За спасіння висока ціна, Була сплачена там Божим сином. То за гріх мій тяжкий на хресті Помирав мій спаситель у муках. Я стояла з юрвою тоді, Як вбивалися цвяхи у руки. Я, я кричала в той час розіпни, Я, я страждання йому задавала. Бо в підступних руках сатани В його владі тоді пробувала. Він дивився на мене з хреста, В тих очах було стільки любові, Шепотіли засохлі вуста, І в тій тихій душевній розмові Вчула враз своє власне ім'я. Ти, моя найцінніша дитина, Дуже сильно люблю тебе я, І пробачаю тобі всі провини. Серце стиснулося, вічай душив, Гіркі сльози з очей покотились. Ну, за що ти мене полюбив, Я ж тобі стільки волю вчинила. І схилившись в ту мить з каяттям, Я до нігтих розпятих припала. З того часу змінилось життя, Як любов його дивно пізнала. Та любов в моїм серці горить, Я дочка всемогутнього Бога, Все життя йому хочу служить, З ним чекає мене перемога. Слава Господу! О, ласкавий, ласкавий Спаситель, На Христі він за мене вмирав. Він єдиний є наш примиритель, Він всім вірним життя вічне дав. Він за мене на Христі постраждав. Він за мене на Христі постраждав. На Христі постраждав. За мене вмирав. Він за мене на Христі постраждав. Грішні праведника осудили, На Голгофі його розп'яли, Його одіж собі поділили, Так немудрі творця прийняли. Він за мене на Христі постраждав. на Христу постраждал, на Христу постраждал, за мене вмирал, Він за мене на Христу постраждал. Дав життя своє в жертву Син Божий, щоб від смерти людей врятувать, Побідив темні сили ворожі, Вірним Він дав свою благодать, Він за мене на Христі постраждал, Він за мене на Христі постраждал, на Христі постраждал, за мене вмирал, Він за мене на Христі постраждал. Слава Господу! Слава Богу! Слава Богу! Майлитки жертвенного слава. Стань из желания глазах лицов и лысых собрета. Мы овливаем как лицва после окружающей серии. Майлитки жертвенной слава живо являются родою. Майлитки сволниву себя с таким желанием и отступлением. С такой готовностью и отступлением пока не совершится чудо. Пока не явится ответ, как свет горит глухую полночь, как обещающий рассвет, как своевременная помощь. Мы все имеем жалоб рост и все нуждаемся в защите. Благослови тебя Господь в минуты жестовой молитвы. Благослови же нас Господь в любопытности плодамы. Чтоб среди собственных взрослых сиять для близких на якану. Чтоб помнить о чутой беде, себя порой забывая. Молиться простою людей, молиться не переставая. Помоги за меня, друг мой. Благослови, молиться не переставая. Благослови, молиться не переставая. Буря жизни, напломлены силы, Помоги мне молитвой твоей. Из-за тех, кто лежит, начинает, На реку высокий грязи, Кто дорогу себе пролагает, Им жалей и молитвы звонит, Кто дорогу себе пролагает, Им жалей и молитвы звонит, Вам нужны те молитвы святые, У которых так много огня, Передай свои думы благие, Помоли, помоли за меня. Передай свои думы благие, Помоли, помоли за меня. И проснутся слезами прощения, Будем вместе молиться, мой друг. С любовью согреет мне сердце, Мой спаситель и молитвы. С любовью согреет мне сердце, Мой спаситель и молитвы. И все сердце, с любовью согреет, Только тот радость жизни познал, И все сердце с любовью согрета, Только кто-то до жизни познает полу. Сестры Ева Людоельня. Знаете, почему я сегодня жив? И он рассказывает о себе. Был еще подростком, когда нацисты в Германии безжалостно убивали евреев. И однажды они отвезли их поездом в Аушвиц. Ночью в отсеке был смертельный холод. Нас оставили дни напролет в вагонах, без еды, без кровати, значит, без возможности как-то согреться. Всюду шел снег, холодный ветер морозил щеки ежесекундно. Нас было сотни людей в те холодные ужасные ночи. Без еды, без воды, без укрытия кровь замерзала в жилах. Рядом со мной, рассказывает он дальше, был пожилой еврей. Его любили в моем городе. Он весь дрожал и выглядел ужасно. Я обхватил его своими руками, чтобы согреть его. Обнял его крепко, чтобы отдать немного тепла. Растер ему руки, ноги, лицо, шею. Я умолял его остаться в живых. Я ободрял его. Таким образом, я всю ночь согревал этого человека, рассказывает он. Я сам был уставшим и замерзшим. Пальцы окоченели. Но я не переставал массировать тело этого человека, чтобы согреть его. Так прошло много часов. Наконец наступило утро. Солнце начало сверкать. Пальцы окоченели. И он говорит, позвольте мне сказать вам секрет выживания в этом мире. Когда ты согреваешь сердце других, тогда и ты согреешься. Когда ты поддерживаешь, укрепляешь и ободряешь, воодушевляешь других, тогда и ты получишь поддержку, укрепляешь. Уршивление, ободрение в своей жизни. Это и есть секрет счастливой жизни. Песня. Слушаю, друг, слышишь, как мир вопьет. Где же любовь? Где же спасенный народ? Ищем мы свет, гибнем во мраке ночей. Где же вы? Придите скорей. Где же ответ? Спят христиане во тьме. Гаснет весь свет. Где же друзья во Христе? Стынет любовь. И дела веры мертвы. О, христиане, где вы? А христиан не отличить от мирских, сколько обидь и разговоров плотских. Люды людей, каждый владеют душой, в сердце беспечных покой. Ближним помочь, кто бескорыстно спешит. И кто в беде, брата поймет защитит. Раны и боль сердцу наносят вокруг. Где же любовь, о, мой друг? Божий народ вниз по течению плывет. В дружбе с грехом с миром за руку идет. Ах, вести почти не слыхать, некому грешных спасать. Братья страдальцы, свет Иисуса Христа, Грели любовью суровой степень места. А на сухой степень черпит. Редко на труд кто спешит. Мало молитв и о молитвах бесед. Слеза народ и раскаяния нет. Встань, пробудись, слышишь, Христос уж грядет. Скоро Он в славе придет. Встань, пробудись, слышишь, Христос уж грядет. Скоро Он в славе придет. Слава Богу! Слава Богу, друзья, слава Богу. Так, брат Саркист, ты есть? Слава Богу, братцы и сестры. Слава Богу, братцы. Чекамеру. Могу. Могу. Пожалуйста. Могу. Братья и сестры, хочу поделиться Словом Божьим. Именно хочу поделиться о праве. Потому что мы, когда говорим, мы Божьи дети, то мы должны знать, что именно какие права имеем мы, как дети Божьи. И понимая это, Бог говорит, что не только Он усыновил нас. Когда мы читаем Иоанна первую главу, Иоанна первую главу, мы там замечаем такие слова. Ибо тем, которые приняли Его, то есть уверовали, дал власть называться Детьми Божьими. И поэтому, когда мы читаем Слово Божьим, мы должны знать, что мы имеем от того, что мы являемся Детьми Божьими. Христос говорил, что нехорошо взять хлеб у детей и бросать псам. То, что имеют дети, не имеют права на это право псы. Потому что Писание четко приводит различия между верующими и неверующими. Неверующие люди тоже имеют право на Бога. Но как творение. Потому что Бог, конечно, есть Бог и Отец Духа всякого живущего. И когда мы читаем Священие Писаний, мы видим в Священии Писаний такой момент. Такой момент, когда Бог говорит, не бросайте жемчуга ваша перед свиньями и псами. И когда мы читаем этот момент, Бог отличает, что наши ценности не совсем являются ценностью для тех людей. Потому что божественные ценности становятся для нас, именно становятся для нас таким моментом, таким моментом, когда мы начинаем жить с божественными ценностями. А наша жизнь может человеку даже где-то приятно быть, а где-то может быть смертоносным. Потому что христианин собой несет Христа. И в этот момент этот запах для кого-то живительный, приятный, а для кого-то это вонючее, это чуждо, это, как говорили на апостола Павла, что ты носишь на чужую культуру, чужую религию, нам не следует слушать и преследовать. слушать и преследовать, вы понимаете? И когда мы читаем Слово Божие, мы понимаем, что от того, что мы пришли к Богу, Бог хочет, чтобы мы в этом были уверены, что мы Божие. Зачастую мы можем заметить в проповедях апостола Павла такое слово, утверждающий вас. Или мы такую уверенность имеем в Боге. То есть, если мы пришли к Богу, как дети Божьи, у нас есть право на божественные ценности. Например, я не могу пойти к соседу, открыть двери, зайти в холодильник или наесть его борща. Это не входит в мои права, я не имею права. Жизнь так устроена, что мы живем по правилам. И когда мы начинаем верить в Иисуса, у нас появляются права и правила. По тем правам и правилам, которые мы получаем, мы имеем намного права. До того, как мы не уверовали, мы не имели права. Библия говорит, те, которые уверовали, Бог дал им власть называться и бить детьми Божьим. Что означает дал власть? То есть, мы можем претендовать, мы можем провозглашать, что мы по вере входим в состав сынов и дочери Божьих. Потому что человек, который не уверовал, он не может претендовать на Бога, он не имеет на это права. Конечно, если он рожден на земле, он как творение Божье имеет право дышать, жить, ходить. Вы знаете, недавно мы молились, недавно молились о изгнании бесов, и демон запретил человеку, в которого вселился, именно запретил кушать и пить, запретил ходить, отнял у него природное право. Человек как столб стоит и не может двигаться. И, конечно, каждый из нас, рождаясь на земле, мы получаем определенные права зимние, мы понимаем, мы имеем право на семейную счастье, мы имеем право иметь детей, мы имеем право продвигаться свободно. У нас, конечно, эти права по чуть-чуть хочет власть забрать, и это и есть бесовская парализация жизни человека счастья, но я вернусь именно из физического на духовное. То, что имеет духовные права, какие права он имеет, не имеет эти права человека, отдаленный от Бога, потому что по праву, по праву, да, в Библии имеется такой, знаете, по праву преднадлежит меня. От того времени, как мы стали верующими людьми, по праву Бог, Отец, преднадлежит нам, и мы, ему. Когда мы читаем песни песней, там написано такое слово, там написано такое слово, что возлюбленный мой преднадлежит меня, я возлюбленному моему. И это право преднадлежит именно церкви отношения Бога, потому что мы имеем право иметь гражданство небесное, а другое не имеет, потому что мы приступили сом святых небесному Иерусалиме, то есть ты имеешь право иметь небесное гражданство. Я какое-то время жил без гражданства украинского, это было очень сложно, кто имеет гражданство и никогда не имел в этом нужду узаконить свое неопределенное состояние, это не поймет. Но если человек не имеет небесное гражданство, он туда не войдет. И когда человек приходит к Христу, Писание четко дает в развертанном виде права, обязательства и преимущества. И по вере ты входишь в власть Божия. По крайней мере в том уровне, где ты можешь провозглашать, что я сын Божий и дочка Божия. Кстати, на это, на это, что человек не имел права называть себя дочкой и сыном Божьим, сатана борется. Сатана боролся и с Христом, если ты подлинно сын Божий. Сатана создал целую религию, где говорят, мы рабы Бога, мы не дети Божьи. Сатана хочет отнять, эта религия очень близко некоторым фразам старозаветные новозаветные вероисповедания как Бога единого невидимого это ислам. Но основная проблема у них то, что у них отняли право бить детьми Божьими. Бог принес через Иисуса Христа нам быть правом, иметь право бить, называться сыном и дожки Божьей. А сатана параллельно ему создал целую религию, чтобы отнять у людей право быть сынами и дочерями Бога. И Библия говорит, кто не признает, что Иисус Христос Сын Божий, тот не имеет Отца. Именно Христа признать в формате Сына. Потому что это очень важно, чтобы человек понимал, что он на земле может назвать себя Сыном. Хоть и он земной, хоть и он перед глазами Божьими Пилинка, но он получает такой великий привилегий на земле называться Сыном Божьим, претендовать на Царство Божие, ведь сонаследником Иисуса Христа. И именно в формате Сын, именно в формате Дочь. И когда мы входим в формат этот, где стоит на нас печать Божия и пишется именно на нашей книге жизни, Библия говорит, дьявол уже не может на тебя претендовать, потому что Бог парализовал его против тебя, потому что как дети причастны плоти крови, дети, не творение, творение он не причастен, творение это можно назвать величащие величащие там творение из среди животных, там как человек венец творения, но он не сын, не дитя, как дети причастны плоти крови, то Бог воспринял онное парализовать дьявола, обессилить дьявола против нас, тех, которые вошли усыновлением и когда мы усыновлены мы входим в состав наследия Божия и когда мы входим в наследие Бога Божия мы понимаем что я Божий Бог мой неразрывный между нами отношений как говорил Ассав Бог со мной на небе и ничего на земле я не хочу чувство божественное небесное посвящает нас мы понимаем что мы в теле тут а внутренности мы там с Иисусом и Писание говорит думайте о горном не о земном и когда явится Иисус Христос ваша жизнь явится с ним на небесах почему потому что наша внутренность там наша отчизна там нам там приготовляется дом это наше право мы придем туда не бомжами мы придем туда не с угрозами во вратах нас не будут упрекать будут говорить войди благословенная благословенный почему потому что ведь не вошли усыновление и это состояние надо хранить почему потому что рожденный от бога хранить себя и лукавый не прикасается и храни то что имеешь а человек верующий который пришел богу он должен знать что он имеет чтобы никто не похитил венца твоего для тебя приготовляется венец как человека который вошел победу божию власть божия его власти божия власть божия оторвала нас из пучины и секла нас из скалы вырвала нас из дно греховного и мы совоскресли с Христом мы имеем обрезание Христова мы имеем обрубленный часть когда в нашей судьбе бог поставил точку и пошли за Иисусом и сказали мы уже не будем жить по обряду по постановлением и правилам этого мира по воле господствующего духа бесов в этом воздухе находясь в этом злом и плохом атмосфере я буду жить как сим бога и писание учит подражайте богу как чадо возлюбленное и живите достойно богу почему потому что мы дети мы представляем своего бога апостол павел говорил я совершаю посолство божие узах если есть государство есть и посол дети божие это является посолом и бога представителями небесного царства небесное царство внутри нас и мы на земле живем этим небесным царством что внутри нас а не то что внешне физическом мире мы видим и поэтому внутри бог говорил вложу внутри заповеди мои и напишу постановление мои внутри бог работает в нас внутри внутренний человек дух наш распынает дела плоти чтобы мы жили как чадо возлюблены смотрели глаза в проблему и говорили а во отче и когда мы входим во власть божия как усыновленные мы понимаем что бог тоже не просто с нами он не просто сказал вы тут терпите бог сказал я буду с вами и да на меня всякая власть на небе и на земле и сей я с вами до скончина века и христос сказал и я вам власть даю это входит наше правило и я вам власть даю и наступите на всякую змей скорпион по простому сказать на всю нечисть и ничего не повредит вас церковь находится во власти внутри детей божьих бог и поэтому простыми фразами написано тот который в нас больше того кто в мире это наше право это наше богатство это наше имущество мы можем быть голодным а через пять минут бог может ману дать на стол знаете мы шли мама просила вывести на природу там разные зелени она сушит любит и мы выехали и один человек провоцировал и они очень высокие метр семьдесят я стоял на бордюре он подошел он хотел подраться он рос там находясь на тротуаре был больше чем я нос нос тыкал меня и излобился и матюкался я улыбался и запрещал просто я внутри запрещал почему потому что я знал тот который внутри он больше в конце он извинился ушел ощущение было что один волосок до серьезного конфликта но я понимал что если папа не допустит ничего не случится не надо бояться этого всего когда-то учился в предыстровье у всех были документы кроме у меня это тоже было большое чудо если это рассказать как бог вел и назад вернул это сверхъестественно и нас поймали когда мы ехали на евангелизацию всех документы были кроме у меня и милиция меня угрожал я хотел что-то говорить оправдаться он говорил сейчас буду штрафовать тебе 700 долларов закроем КПЗ а внутри меня Дух Святой говорил Иисус Господь глава всякому начальству власти бог закрыл мои уши реально я не слышал угрозы руки ноги не трусилось во мне открыл новый источник нечто такое что я никогда такое не видел внутри меня постоянно говорила Иисус Господь глава всякому начальству власти и когда я хотел оправдаться один из братьев как в мире говорят наехал на меня и тот милиционер который меня угрожал он закрыл этому брату рот как ты смеешься на него что-то сказать он же живой человек кто ты такой что ему рот закрываешь отдал мне документы сказал иди и больше меня в глаза не попади у меня в жизни очень много чудес когда Бог меня миловал когда Бог показывал самый тяжелый момент у меня открылась во мне новая молитва где я в молитве часто повторял отец 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 очень тяжело было дальше я не мог размышлять но потом я почувствовал глубокие облегчения и такой нежный покой посетил меня словами не передать когда я понимаю что вопреки всего я дитя Божий это самое ценное это самое ценное находясь нам на земле надо понимать что Бог всегда в жизни верующих детей проявляется совласти Бог проявляется претендованием на того что мы не свои мы уже Божьи даже он подчеркивает вы искуплены дорогой ценой вы уже не свои и Бог Богу преднадлежит мой дух душа и тело Богу преднадлежит мое ненешнее и будущее в Боге написалось и мое прошлое от того времени как я покаялся и все Божие и Бог на это претендует и Бог это все запечатлил со властью и он хочет чтобы эта власть не не ощутили укрепились в этом что мы уже не чужие мы стали близко крови Христа и на земле самое ценное это церковь и Бог терпит этот грешный мир более 7 миллиардов людей до того момента как не исполнится полнота число язычников что все пришли ко спасению и для него терпеть долго до того момента как он не получит драгоценного плода от земли а это дети божьи очищены перепроверены и написано каждому из нас как домостроителям надлежит оставаться верными Бог ожидает верных искренних чистых не лживых искренних детей божьих да поможет нам Бог чтобы мы оценили свою власть свои правила и что нам принадлежит и куда мы идем и что мы имеем от Бога Аминь Слава Богу Братцы Архейс Дякуем Бога Друзья Я задал Слава Иисуса Христа Кажи Будьте в мире Будьте имать скорб Будьте Вед важны Я Свет Перемик Мы Дякуем Богу Что Мы С Победителем Господь Дай нам прав Власть Будьте с ним И Вы користовете все для Славы Божьей Добрый Продолжим наше служение Хай Бог Благодарствует Можливо у кого что сие Давайте продолжим Прошу Благодарствует Благодарствует Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На русском как источник улайн Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я помню хорошо еще то время, когда передо мной вставал вопрос Зачем тяжелое людское бремя взял на себя с готовностью Христос? Зачем он согласился с той судьбою, так нашу горькую испить? Зачем трюпел жестокие побои и продолжал всех искренне любить? Зачем с небес прекрасных опустился? Тот крест мучений и страданий нес Зачем быть распятым он согласился? Зачем на землю приходил Христос? Никак я понять не могла такого Зачем из рам текла святая кровь? Неужто не было пути другого, чтоб миру показать свою любовь? Все было у меня Порой тревога, порой протеста в сердце едкий смог Но я просила и просила Бога, чтоб он найти ответ и мне помог Нет, ни в одном мгновенье, ни сразу Я поняла, почувствовала вдруг Что по-иному рассуждает разум И все светлей становится вокруг И таяли, как дым, мои сомнения И пульс от счастья радостно стучал Ведь сам Христос дарил мне откровения И на мои вопросы отвечал Он, будучи безгрешным и невинным Меня желал простить и оправдать И стал Иисус земной Марии сыном Чтоб я могла детем бы Божьим стать Он в бедных яслях для того родился Чтобы в небесном доме я жила Он потому на землю опустился Чтоб я на небеса взойти могла Он взял мои грехи на свои плечи И на Голгофу потому понес Чтоб мне идти к спасению было легче Он обо мне заботился, Христос И был людьми отвержен он со злобой Чтобы с любовью принял Бог меня И осужден был для того он Чтобы на страшный суд не приходила я И кровь из его ран текла святая Чтобы мои все раны излечить И должен он был умереть страдая Чтоб я легко я могла вечно жить О мой Христос, однажды поняла я Что просто нету в мире таких слов Которыми бы выразить могла я Тебе и благодарность и любовь Слава Богу Слава Богу, мне не слышно? Слава Богу 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 Скоро впредь у Тебя, Твою цель познешь, От скорбей и от зла. О Господь дорогой, Ты, мыщий, ты скала, Ты же рядом со мной, Ты опора моя. О Господь дорогой, Ты, мыщий, ты скала, Ты же рядом со мной, Ты опора моя. Слава Богу. Можно еще один псалом? Ну да, конечно. О том, что я беру я. Плачет Христос на Гологофе распятый, Плачет, скорая на Христе, Мир же греховно, Я тьмою обятый, Нуж не имеет в Христе. Плачет Христос и молитвы возносит, Он за людей-палачей. Отче прости им, у Бога он просит, Плачет за слабых детей, Плачет Христос каждый час и минуту, Плачет он так же сейчас, Плачет он так же сейчас, Видя наш грехи, Не верь я смуту, Плачет он плачет о нас, Плачет Христос, И рыдания эти в сердце звучат каждый час, Плачет о том, что так холодны дети, Плачет о неможных нас, Плачет о неможных нас, Аминь, слава Богу. Слава Богу. Так, сестра Вера Сакраменто, Что там у вас, есть что сказать? Что есть? Есть тихотворение, Но экран что-то исчез, Только слова ваши слышно, Не вижу никого, но ничего. Вы не можете видеть, Потому что у вас другая программа, Сестра Вера. Я же вам говорю, Выключите камеру, увидите. Ну те разы у меня все было. Ну и теперь давайте переключить камеру, Во! Вот теперь видно. А я вас не вижу все равно. Хорошо. Стихотворение... Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Стихотворение Дом. Стрепкая моя, Спасаюсь в нем от бури я, Пускай дожди потоком льют, Порывы ветра крышу рвут, Река несет разливый вод, Дом не... Вадение дому не грозит, Не на песке мой дом, На камне прочном он основан, А камень — это Божье слово. Оно и есть мое жилище, Вода моя и моя пища, Я прячусь в нем от суеты, Мой дом — спаситель, Это ты. Мой Иисус — моя скала, Ты так велик, а я мала, Я за тобой, как за стеной, Ты на земле защитник мой, Есть у меня на небе дом, Построенный самим Христом, Я буду жить в нем вместе с ним, Христом — спасителем моим. Стоит мой дом на небесах, Там ночи нет, Неведом страх, Светильника в том доме нет. Валение Богу воздают, И совершенство полнота Царит во всем любовь Христа. Душа моя Иисуса ждет, Я верю, время то придет, Когда меня мой царь, мой Бог Ведет в небесный свой чертог. Аминь. Слава Богу. Аминь, слава Богу. Вы теперь бачите, Чи нет? Нет, только у тебя одна фотография, И где ты в шляпе сидишь, И все. В шляпе сижу дома. Да. А мы вас бачимом. Добрый, ничего, потом вы посмотрите. Хорошо, семья Милуян, давайте, Что там у вас? Продолжим служение друзьям. Слава Богу. Слава Богу. Кто это? Милуян, Илью. Ну, камеру не бачу, давайте. Сейчас. Так мало говоришь, что я не узнаю твой голос. Видно? Да. Видно. А наша жизнь уходит безвозвратно. И всякие, и в пять минут нам не повернуть. И позади осталось прошлое. И ничего уже нам не вернуть. Нам не вернуть ушедшие мгновения. Они растаяли, как на ладонь снег. Но нам так сильно хочется порою, Чтоб время свой остановило бег. Но время движется вперед. Становится все ближе вечность. И будут ли иметь значение дела, Что мы творили, проявив беспечность? Идет духовная война за наше время, За каждую минуту, день и час. Хочет враг, чтобы мы от Бога удалялись, И чтоб святильник наш скорее погас. Он похищает время незаметно И поднимает истину на ложь, Нам предлагая временное наслаждение В замене того, что только в Боге обретешь. И потому цените каждое мгновение. Оно подарок Господа для нас. И дорожите временем, ведь дни лукавы. Оно нас может обмануть под час. Аминь. Слава Богу, песня есть? Да, зараз. Ну давайте. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Да, брат, там церковь Витваго, Споем песню. Слава такие. Каже, спустись Дух Святой в наш храм, Мы жаждем и ждем тебя. Ну, оно всегда не получается реально. Ну, честно поем. Будем молиться, чтобы Бог открыл нам, это будет много легче, чем переводить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что, друзья, сестра Саражинска, у вас там ничего, запасы нет? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это для меня написал... Кто? Нередомый автор Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потому что человек, когда рождается У него есть и год, и число, и месяц Но у него, когда Иисус родился Нету этой даты Но мы только одно знаем Что когда мы уверовали Иисус родился в наше сердце Слава Господу за это Что действительно Бог Так возгубил этот мир Что Он послал Своего Сына Единородной этой земли И дальше он говорит Ибо не послал Бог Сына Свой мир Чтобы судить мир Но чтобы мир спасен был Через Него Верующий в Него не судится А неверующий Уже осужден Потому что Не уверовал во имя Единородного Сына Божия Суть же состоит в том Что свет пришел в мир Но люди более возлюбили тьму Нежели свет Потому что дела им были злые Ибо всякий делавший зло Ненавидит свет И не идет к свету Чтобы не обличились дела его Потому что они злые А поступающий по праве идет к свету Дабы явные были дела Потому что они В Боге все деланы Слава Господу За эти стихи Что Господь нам оставил Здесь нам Евангелист Иоанн говорит В третьей главе Знаете действительно как написано Суть Существует В том что свет пришел в мир Но люди более возлюбили тьму Нежели свет Потому что дела им были злые И мы видим сейчас Это время сейчас Такое оно стало Можно сказать лукавое время Обманчивое время Почему Бог Нас предупреждает На всех Чтобы мы всегда были готовы Встречу с Господом И ясно написано Слово Божие Что Даже написано Что Придет это время Что люди уйдут С этой земли Умрут Но потом что будет Потом будет суд Упоминается нам тоже Слово Божие Слово Божие Напоминается тоже Он во второй раз Уже Христос не придет Бог не пошлет Сына Своего Единородного На землю Чтобы Спасти нас Прощать наши грехи Или там Чтобы он Пролил кровь за нас Но уже это не будет Он Будет ждать Наше спасение Наши плоды Которые Ты и я Здесь жил на земле То ты принесешь Господу Сегодня Напомнено Богу тоже Как напоминает В пятой главе Иоанна тоже 39 40 стих И следуйте Писание Ибо вы думаете Через них иметь Жизнь вечную А они Свидетельствуют О мне А сороковой Говорит такие слова Но вы не хотите Прийти ко мне Чтобы иметь жизнь Смотрите Действительно Как напоминает Нам 10.39 Говорит Чтобы мы Исследовали Писание Чтобы мы Вникали в Слово Божие Копали в углу Улагомлялись Искали Ну вот Сорокова нам еще Говорит Но вы не хотите Прийти ко мне Чтобы иметь жизнь Вечную Люди Не хотят Сейчас Действительно Трудиться На небе Божьем Вот эти дары Которые Господь Нам дает Дал Люди Закапывают Эти дары Мы видим Потому что Бог Однажды Нас всех спросит Он Он Еще милостивый К нам Он еще Долготерпеливый Он еще Милостивый Но нам Слово тоже Говорит Первое Послание Иоанна Третьей Третьей главы Первый стихо Там тоже Говорится Мы Дети Божьи Но еще Не открыло Что мы будем Там Когда мы будем Там Мы увидим Какой он есть Но сейчас Господь хочет Чтобы Мы Трудились Чтобы мы Работали Над собой Чтобы Больше Вникали Слово Божие Из него И мы Будем им Эту жизнь Вечную Сегодня Напоминалось Нам Чтобы Мы Любили Ближного Своего Вопрос И Каждого из нас А Мы Любим Ближного Мы Любим Брата Своего Мы Любим Сестру Семью Потому что Бог Показывает Нам И говорит Нам И даже Напоминает Апостол Павел Галатам Такие слова Братья Если Впадет Человек Какое-то Согрешение Вы Духовный Справник Такого В духе Кротости Наблюдая Каждого Собои Не быть Искушенным Носите Времена Друг Друг И Испытывая Своё Дело Тогда Будет Иметь Похвалу Только в тебе А не в другом Ибо каждый Понесёт Своё Время Наставляем Словом Делись Всяким Добрым И Наставляющим Сегодня Напоминаем Этого Свидетельства Про еврея Как он Ближного Своё Любил Как он Грел его И Дальше А Тоже Павел Говорит Мы Носили Время Друг 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 Мы Духовные Люди Ну Так сказать Он Попадает В чём-то Мы Должны Помочь Этому Человеку Мы Должны Помочь Чтобы Дух Крот Чтобы Не быть Искрушенным И Что Слово Говорит Чтобы Мы Остерегались И Были Сразу Сердце Своём Что Придут Многие Под именем Моим Написано Слово Божие Многие Будут Говорить Я Христос Я Тот Я Тот Я Тот И Многие Будут Пролистены Многие Уйдут Многие Упадут И Как Дальше Галатин говорит Тоже Не обманывайтесь Бог Поругаем Не бывает Что Посей Человек От Сейшую От Духа От Духа Поднёт Жизвечную Почему Нам Говорит Слово Не Обманывайтесь Бог Поругаем Не бывает Что Посеет Человек Да Он Пожнёт Своё Время Если Мы На Небе Пожнём Это Конечно Зависит От Нас Каждого И сегодня Бог Нас Собрал Чтобы мы Молились За нужды Народа Чтобы мы Подвязались Молиться Друг за другом И видим Сейчас Что Делается На этой земле Многие болеют Многие Умирают Многие семьи Теряют Детей Жен Мужей Родных И близких Потому что Бог Уже Как написано Наказывает Народ Свой Как мы Читаем Старый Завет Бог сказал Что Покайтесь Пришло время Покайтесь Будет наводнение Потоп Люди Не верили И И сейчас Мы видим Что Бог Уже Заранее Предупреждает Через Слово Божие Через сосуды Пророков Через видение Но Мы люди На этого Не обращаем Внимание Что Нам говорит Господь Что нам Говорит Слово Божие А мы Обращаем Внимание На людей Которые Вот Раздражаются Вот Он Злится Вот Он Мы Его Судим А то Что Нам Бог Предупреждает Слово И Пророков Свои Мы Это Не Принимаем Так Само И Чтобы Спаслись Чтобы Покаялись Люди Не хотели Но Знаете Как-то Он Говорит Здесь Бог Поругаем Не бывает Не обманывайтесь Пусть Бог Каждому Поможет Чтобы Мы Действительно Как написано Слово Божие Стояли Мы Всегда Были Готовы Встречи Господу Как Написано Однажды Человек Человек Умрет Уйдет Уйдет С этой земли Потом Суд И Бог Будет Судить По Нашим Делам По Нашим Не за соседа Не за другого А по нашим По твоим и моим делам Которые Я живя Здесь На этой земле Как он говорит Что посеял Человек Он Пожмет Или Как написано Сеющую плоть свою От плоти Пожмет А сейшего Духа Пожмет Жизнь вечную Делай добро Да не унываем Ибо свое время Пожмем Если не ослабеем Если не ослабеем И так доколе Есть время Будем делать Добро Всеми Своим По вере Видите Как много написала Я Вам Своей рукой Желающих Хвалиться По плоти Принуждается Обрезаться Только для того Чтобы не быть Гонимым За крест Христовым Пусть Бог поможет Нам всем И если Есть уже Нужного народа Сейчас Пожалуйста Говорите Мы будем молиться Для этого Господь нас собирает Чтобы Как я Уже Прочитал Это галатам Значит Что мы носили Время Друг Друг Чтобы мы молились Друг за друга Если есть Говорите Время идет Так Добрые друзья Мы Перед молитвой Сразу попрощаемся Нашими Глядачами Которые Сегодня С нами Которые Смотрят Которые Молятся За нас Молятся Хай Бог благословит Дякую Всем Дорогие Дорогие Братья Сестры